С нами Бог, с нами Бог, с нами Бог, с нами Бог, с нами Бог. Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Богу» микрофона настоятеля храма Сретени Господня Силоча Муршача Боксарского района, священник Максим Курленко. В этой программе я отвечу на некоторые вопросы. Первый вопрос о платках для женщин. Почему нужно надевать платки во время молитвы? И второй, зачем мужчинам в церкви нужно снимать головные уборы? Во времена Иисуса Христа у иудеев существовало обычай, по которому замужняя женщина, выходя на улицу, должна покрывать голову покрывалом. Это был знак того, что она замужем и означала власть мужа над ней. Покрытая голова также свидетельствовала о добропорядочности женщины. Млудницы там напротив голову не покрывали, а муж имел право даже развестись женой без возврата ей приданного, если она появлялась на улице простоволосой, так называемой, то есть с непокрытой головой. Это считалось оскорблением мужу. Девочки и девушки голову не покрывали, потому что покрывало было знаком особого статуса замужней женщины. Тем не менее, эта традиция никогда не возводилась церковью в статус обязательный для спасения. Оставалась лишь просто традицией. Например, в греческой церкви на Балканах женщины в храмах голову не покрывают. Что касается мужчин, то даже в нашей повседневной жизни принято, что мужчины, входя в помещение, они снимают головной убор. Это связано, в первую очередь, с тем, что раньше в каждом доме был красный угол, где висели иконы, и мужчины, входя, снимали шапки и крестились перед образами. Вот так закрепилась традиция. Ну и вспоминаем Священное Писание, где апостол Павел говорит об этой традиции, бывшей еще в иудейском обществе. Он пишет в Послании к Коринфянам. Первое Послание к Коринфянам, 11 глава. Он приводит аргументы в пользу того, что женщинам прилично покрывать голову платком, ибо жене глава муж, пишет апостол Павел. Мужчина же напротив не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. Первое Послание к Коринфянам, 11 глава, 7 стих. То есть над мужчиной нет другой власти, кроме Бога. Следующий вопрос. Вопрос такой очень важный, концептуальный. «Что главное в Евангелии?» Если мы читаем Евангелие, размышляем о главном стержневом смысле, то понимаем, что это не хронологическое изложение исторических событий, это не моралистика, не общечеловеческие ценности, изложенные в заповеди Христа. Прежде всего, это сама Личность Христа. Нам нужно Его узнать, нам нужно познакомиться с Ним, нам нужно понять Христа и принять Его. И уже через призму наших взаимоотношений со Христом мы призваны воспринимать Его слова и заповеди. «Исследуйте Писание», — говорил Иисус, — «они свидетельствуют о Мне». Это 5 глава Евангелия от Иоанна. «Я есмь хлеб жизни» — 6 глава Евангелия от Иоанна. «Я свет миру» — 8 глава Евангелия от Иоанна. «Веруйте в Бога и в Меня, веруйте» — 14 глава Евангелия от Иоанна. «Я есмь пути и истины и жизни» — тоже 14 глава от Иоанна 6 стих. «Никто не приходит к Отцу, только Мною», — говорил Спаситель. Помните проповедь Христа в Капернаумской синагоге, где, раскрыв Писание, он прочитал не призывы к любви и чистоте, а текст из пророка Исаии о мессианском достоинстве. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим». Это 61 глава книги пророка Исаии. «Тот, кто любит отца или мать более, нежели меня, — говорил Спаситель, — не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, — не достоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мной, — тот не достоин меня». 10 глава Евангелия от Матфея. То есть и здесь речь идет о христоцентричности, о том, что главным стержнем в Евангелии является Личность самого Христа. Вот здесь не сказано, что ради истины следуйте, или ради вечности, или ради пути, а ради меня. И даже если мы вспоминаем притчу о страшном суде, то разделение производится как раз по отношению людей ко Христу, не по степени соблюдениями закона, а по отношению ко Христу. Помните такие слова? «Что вы мне сделали?» И судья — это Христос. По отношению к Нему происходит разделение. Он не говорит «Вы были милостивые, поэтому благословенные, но я был голоден, и вы дали мне есть». «Я был в темнице, и вы посетили меня» и так далее. Для оправдания на суде будет требоваться не только внутреннее, но и внешнее обращение к Иисусу. Без этой связи и внешнего проявления веры спасение невозможно. «Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я пред Отцем моим Небесным, а кто отречется от меня перед людьми, отрекусь того и я пред Отцем моим Небесным». 10 глава Евангелия от Матфея. Но не так просто исповедовать Христа перед людьми в мире, который лежит во зле, в мире, который распял Христа. И для этого исповедания нужна вера во Христа и чувства той невидимой связи, которая делает нас христианами. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправильно злословить за меня». Евангелие от Матфея, 5 глава. «Опять же злословить за меня, и поведут вас к правителям и царям за меня, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». 10 глава от Матфея. Или, опять же, такие слова вспоминаются. «Кто принимает одно такое дитя во имя Мое, тот меня принимает», говорит Господь. Здесь не сказано «во имя Отца» или «ради Бога», а именно «во имя Мое». Точно так же свое присутствие и помощь Христос обещает тем, кто будет собираться не во имя Великого, а не познаваемого, но во имя Его, где двое или трое собраны во имя Мое, «там Я посреди них». «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». 16 глава от Иоанна. И в завершающей книге Библии, книге Откровения, звучит такой призыв «Ей, гряди, Господи Иисусе!» «Не приди истиной, там осени нас дух, но гряди, Господи Иисусе!» «Вот великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти», пишет апостол Павел в первом послании к Тимофею. А сами апостолы именно это называют главной тайной христианства, тайна Бога человечества Христа. Вот именно это является главным в Евангелии личности Иисуса Христа, Сына Божия. Следующий вопрос я бы хотел посвятить Дмитриевской Родительской Субботе. Наша программа выходит в субботу 6 ноября. Именно в этот день Дмитриевской Родительской Субботы вспоминается усопший. Напомню, что эта Родительская Суббота была установлена вспоминовением павших на Куликовском поле после разгрома Мамая на Куликовом поле в 1380 году. Дмитрий Донской, он просит ввести в церковный богослужебный круг особую дату, особую службу поминовения воинов, павших на поле брани. Поминовение было привязано к Дню памяти Дмитрия Солунского, небесного покровителя Дмитрия Донского. С упокойным днём была выбрана неопределённая дата, а ближайшая суббота перед Днём памяти Дмитрия Солунского. И с тех пор, в ближайшую субботу, перед 8 ноября, поминались первоначально павшие воины, а затем стали поминаться и все православные христиане. То есть служба, по сути, встала в один ряд с другими родительскими субботами, Троицкой, Месопустной, родительские субботы Великого Поста, Радоница. Почему именно субботы? Потому что в церковном, богослужебном круге в субботы принято совершать заупокойные поминовения. Почему? Потому что Христос был в субботу телом во гробе, душой был в ааде, якобог, чтобы разрушить оковы ада и вывести оттуда мертвых. И в этот день православные христиане особо молятся о упокоении душ почивших родителей, близких, родных, знакомых православных христиан. Мы верим, что у Бога все живы. Вспомним евангельские строки. Христос перед страданиями в Иерусалиме был искушаем фарисеями саддукеми, отвечая на вопрос о посмертной участи женщины, бывшей замужем за несколькими мужчинами. Он ответил, «Осподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божией, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но Бог живых, ибо у Него все живы». И это мы читаем в 20 главе Евангелия от Луки. Также можно вспомнить текст из послания апостола Петра, «Ибо Христос умер и воскрес, чтобы обладать живыми и мертвыми, и Сам Он сходил в ад, чтобы избавить души с веры, ожидавшей Его пришествия». Первое послание апостола Петра. Что мы видим из этого текста? Что души продолжают жить, они в аде, но Христом могут быть избавлены. И вот мы в частной молитве, особенно на богослужении, молимся Христу и просим Его, чтобы Он избавил из ада души наших родных и близких, чтобы облегчил их участь и простил им грехи. Силой нашей молитвы является вера и любовь, именно любовь ко Христу и к нашим родным. Мы проникаем любовью сквозь миры, и именно молитва, наполненная верой и любовью, может много изменить судьбе живущих тут, в нашем мире, в мире земном, и может изменить участь в мире, где пребывает усопшая. Мы надеемся, что наша любовь к умершему согреет его душу, так что она станет способна воспринять спасающую благодать Божию. Только любовью исцеляется душа, живущая здесь или там. Любовью Бог действует через нас, через наши молитвы, переживания сердца. В христианстве, как религии откровения, приоткрывается завеса тайны смерти и посмертной участи, и вообще отношение к смерти меняется, в отличие от языческого сознания. В языческих культах смертью разграничивались миры, есть мир мертвых и мир живых. Обряды и культы направлены на то, чтобы обезопасить себя и мир живых от мира мертвых. Мертвые задабриваются, им приносятся приношения. Захоронения располагались вне города живых, жертвоприношения, поминальные трапезы совершались не в память, но для мертвых. В Ветхом Завете культура, в том числе отношение к смерти, формируется на откровении Бога о себе. Особенность такого менталитета влияет и на отношение к смерти, соответственно. Трагедия смерти воспринимается прежде всего как разлука с Богом, пребывание в Шиоле, то есть в аду. Это прежде всего боль разлуки с Богом, отчаяние, одиночество. В Ветхом Завете смерть становится страшна не сама по себе, а как разрыв связи с Богом. А Новозаветное сознание основывается, соответственно, на фундаменте Ветхозаветного менталитета, то есть смерть, разрыв с Богом. Но Сам Бог познается через Личность Христа как воплотившегося Бога. Он воплотился для того, чтобы разрушить оковы смерти, и через Христа верующие обретают не просто надежду, уверенность в возможной вечной жизни с Богом и уверенность в силе божественной любви, которая и разрушает страх смерти. Последний же враг истребится смерть, читаем мы апостола Павла в первом послании Коринфянам, 15 глава. Для верующего смерть — это успение. Давайте теперь немного поговорим о практике совершения поминовений. Есть частная молитва, есть церковная, дни поминовения установлены, чтобы молилась вся церковь. В церковном поминовении кульминацией богообщения является литургия. Во время литургии есть поминания живых о здравии и усопших, соответственно. Первым делом вне родительских суббот надо постараться посетить литургию и перед началом подать записки с именами усопших, так называемые записки на проскомидию, священникам перед службой из просфор по именам в этих записках, которые, соответственно, написаны, вынимаются частички и в конце литургии они погружаются в чашу, омываясь крови Христа. Далее в родительскую субботу всегда после литургии совершается заупокойная служба, которая называется панихидой. Хорошо бы помолиться, поминая родных и на этой службе. В церковной традиции также есть раздача милостыни как форма поминовения усопших. Тут уже в свободной форме только все зависит от полноты вашего сердца. Кто-то приносит продукты на церковный канон, кто-то раздает милостыню бедным, неимущим, все исключительно зависит от вашего сердечного устроения желания. И еще одна важная форма поминовения усопших это посещение кладбища. На кладбище обычно совершают краткую молитву за усопших. В мультивословии она называется «Лития для чтения мирянином». Вполне уместно будет помолчать, вспомнить покойного, потом убрать могилу, может быть. Перед зимой вполне самое подходящее время навести порядок. Я встречал такое поверье, что после покрова мертвые нас не ждут на кладбищах, но к православному мировоззрению такое выражение не имеет никакого отношения. Холодно ли, жарко на улице, какая разница. Главное, чтобы наше сердце было жарким от молитвы и наполнено верой и любовью. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был настоятель храма Сретения, Господний, село Чемурша, Чебоксарского района, священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok